Уши у собаки Тоси понуро висели, будто две мокрые тряпочки. Глаза совсем потухли, а хвост нынуло болтался. — Почему ты такая грустная? — спросил ее кот. — Потому что я некрасивая, — вздохнув, ответила собака. — С чего это ты взяла? — Баллонка Долли сказала. Собака снова грустно вздохнула и улеглась на коврик. — Долли, вот эта зазнайка, эта зазнайка позавчера выиграла конкурс красоты, — сказала Тоси. — А вчера свалилась в канаву, когда гонялась за собственным хвостом, — напомнил кот. — Я бы не стал доверить тем, кто даже хвост поймать не может. Но это с каждым может случиться, — отмахнулась Тоси. Ее потом вымыли, и она снова стала красивой, а я — нет. Но варняжки красивыми не бывают. — Какие глупости, — фуркинг кот. — Это тебе тоже баллонка сказала? — Ага. — И ты поверила? — А если я скажу, что бывают? — Мне поверишь? — Ну, не знаю, — неуверенно протянула Тоси. Но ее ушки немного приподнялись. Глаза потеплели, а хвостик завилял с надеждой. — Пройдись-ка, — сказал кот. — Я посмотрю на тебя со всех сторон. Тоси вскочила с места и забегала туда-сюда. — Какая ровная спинка, какие глазки, какие ушки, а шерстка-то какая блестящая! — восхищался кот. Слушая его, Тоси невольно выпрямила спину, приподняла голову и задорно взмахнула ушами. Ее глаза засияли, а хвост завертелся пропеллером. — А теперь подойди сюда, — сказал кот и подвел ее к шкафу. — Кого ты видишь? Тоси взглянула в зеркало. Оттуда ей улыбалась настоящая красавица. С блестящей шерсткой, веселыми глазами, шелковым носиком и милыми ушками. — А ей правда красивая собака! — удивилась она. — Ну и кому ты теперь поверишь, — приширился кот. — Пожалуй, поверю себе, — сказала Тоси и довольно завиляла хвостом.